Дорогие друзья! Дорогие друзья, вас приветствует театр «Геликон». Меня зовут Дина Кирнарская, я проректор Академии Гнесиных, и мы с театром «Геликон» рассказываем вам об опере. Сейчас мы находимся не у себя в театре, как вы видите. Нас гостеприимно приютил отель «Риц» в Москве в этой красивой обстановке. Мы будем с вами знакомиться с прекрасной музыкой. Спасибо вам, что вы присоединились к нам. Мы говорим сегодня об опере Дмитрия Шостаковича «Леди Магбет» Мценского уезда. И можем предпослать некий такой подзаголовок к этому – судебное расследование. Потому что действительно речь здесь пойдет об убийстве. В очерке Лескова, который был, собственно, основой этой оперы, было целых три убийства. Шостакович оставил два убийства. Но, тем не менее, опера и этот сюжет достаточно жесткие, достаточно впечатляющие. И, собственно, мы видим здесь несколько мотивов, которые привлекают наше внимание. Замучившись кошмаром провинциальной купеческой жизни. «Тоска, хоть бешится, я купчиха, супруга именитого купца». Купчиха Катерина Измайлова нашла любовника, что, в общем, совершенно неудивительно. Но так как она не могла с ним соединиться, в отчаянии она убила своих мучителей – свекра и мужа, которые всегда вели себя по отношению к ней как хозяева, как насильники. И она уже просто не выдержала этого. Впоследствии Катерина была наказана за свое преступление. Ее возлюбленный Сергей, так же, как и она, тоже был наказан. И они оба получили приговор каторга. Вот такой вот сюжет мы с вами видим. Причем интересно, что очерк этот был написан в 1864 году. И Лесков даже сохранил имя главной героини, по сравнению с которой все это и воспринимается. Как вы помните, в пьесе Александра Островского «Гроза» тоже из этой же среды купчиха, героиня, которую звали тоже Катерина, хотя она никого не убивала, но, тем не менее, ее история очень похожа. Страшное домашнее насилие, ужасная скука, тоска провинциальной российской жизни, измена и ее гибель. Она утопилась в Волге, как вы помните. И Островский написал свою драму «Гроза» в 1959 году. Так что можно сказать, что в середине XIX века в российском обществе было повышенное внимание к судьбе женщины, к домашним проблемам, вообще к свободе личности и к тому, что препятствует этой свободе. Естественно, люди думали и тогда, когда вышел очерк Лескова, и тогда, когда на этот сюжет была написана опера Шостаковича, почему она совершила эти убийства, что, собственно, такого случилось, как мы можем ее судить. Мы, зрители, слушатели, действительно ли она виновна, действительно ли мы можем сказать, что она понесла справедливое наказание, а может быть, все-таки здесь можно обвинить общество, может быть, все-таки условия ее жизни были таковы, что иначе поступить она просто не могла. Что ею двигало? Любовь, жадность, протест, есть ли смягчающие обстоятельства, что такое свидетели, как они себя вели. То есть вот весь круг проблем, который фокусируется вокруг этого сюжета, он волновал общество как во времена Лескова, так и во времена Шостаковича. Опера Шостаковича написана очень молодым автором. Когда она уже была завершена, а это всего лишь 1932 год, главному герою Дмитрию Шостаковичу было всего 26 лет. Это, можно сказать, был композитор, начинающий по возрасту, но он уже был автором очень многих известных сочинений и был признан во всем мире. Опера эта сразу же триумфально ворвалась в мировой оперный репертуар. С 1933 по 1935 год она пережила множество триумфальных постановок, как в России, так и за рубежом. И, казалось бы, судьба этой оперы была счастливой, но нет. Все мы помним, многие из вас знают об этом, что в 1936 году, в самом начале года, спектакль посетил товарищ Сталин. И вот на этом триумфы Шостаковича закончились. Сталину опера категорически не понравилась, хотя до этого он был в курсе, что это триумф советской музыки, триумф советской культуры, но тем не менее ему самому опера уже пришлась не по нраву. Она была запрещена. Шостакович, естественно, был напуган, поскольку, как вы понимаете, в это время уже можно было ждать самого плохого, если вдруг ты оказался неугоден. И на долгие годы опера сошла с репертуара в России. И Шостаковичу пришлось уже позднее подготовить оперу к новой постановке. Эта новая постановка состоялась в 1962 году, видите, совсем уже поздно. Она даже приобрела новое название. Она уже теперь называлась не «Леди Магбет Нценского уезда», а она теперь называлась «Катерина Измайлова». Но шли годы, и, слава богу, в 1978 году возобновилась первая редакция этой оперы. Именно так, как эту оперу задумал автор. Ростропович продирижировал первоначальным вариантом партитуры, и, собственно, именно в этой первой редакции практически эта опера идет сейчас во всем мире. Естественно, как нам самим интересно знать, все-таки можем ли мы обвинить Екатерину? В конце концов, как бы мы не сочувствовали бедной, истерзанной домашним насилием женщине, ну, все-таки она совершила два убийства в конце концов. И нам, конечно, интересно, как композитор это трактует, как он относится к своей героине. И, может быть, мы с ним согласимся, может быть, нет, но, по крайней мере, мы будем вместе с автором, вместе с Шостаковичем обсуждать эту проблему. Естественно, опять же, нам интересно знать, что случилось с товарищем Сталином. Что вдруг не понравилось? Опера триумфально шла три года, и все было в порядке. И вдруг такое разочарование, такой провал, что случилось? Некоторые упреки мы можем сразу же озвучить. Во-первых, не понравилось, что в этой опере много эротики. Тут есть откровенные сцены, сцены Катерины с Сергеем, сцены Сергея с Санеткой в конце оперы. Санетка моя, желаю я тебя попросить доставить мне радость жизни. Какую это радость? Известно какую. Какой приткий, иди к своей копчихе. Опротивела она, опротивела она, опротивела она мне страшно. Чего, что хорошо уладился с ней? Без корости. А думаешь, я радости даром, что ли, буду доставлять? Обчулся. Стой, Санетка. Ну вот, то ложись, то стой. Люблю тебя, люблю тебя. Люблю, люблю тебя. Докажешь, что любишь. Что ты хочешь от меня. Видишь, чулки порвались Холодно мне, достань чулки Но где же у Купчехи Здесь много любви Наконец, Лесков тоже пострадал, можно сказать Потому что все-таки трактовка Лескова была более жесткая и более однозначная Лесков после трех убийств никаких смягчающих обстоятельств для Катерины не нашел Не понравилось также, что в опере не было каких-то приятных мелодий, мотивов Которые можно было бы петь, которые можно было бы запомнить Конечно, консерватизм общественного слуха сказывается постоянно И, как вы знаете, всегда современная музыка И то же самое можно сказать о современном изобразительном искусстве Находит все-таки с трудом путь к аудитории Тоже было и здесь То есть оперу обвинили в чрезмерной усложненности языка В том, что мелодии не слишком приятны, не слишком красивы И, наконец, последовало обвинение в буржуазной моде Как будто бы автор не самостоятельно избрал этот жесткий, этот правдивый Этот, можно сказать, бьющий в глаз стиль А как будто бы он списал этот стиль с каких-то буржуазных образцов И вот появилась известная статья Причем название изумительно удачно в журналистском плане То есть это название и сегодня является, ну, можно сказать, крылатым Вы, наверное, все его знаете и слышали Название этой вот разгромной статьи было таким Сумбур вместо музыки И вот буквально несколько цитат из этой статьи Видите, обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы Тонут, вырываются, снова исчезают В грохоте, скрежете и визге Вы, конечно, услышите, что так оно и есть Другое дело, зачем это было нужно Какая художественная задача за этим стояла Но, конечно, на слух, как сейчас бы мы с вами сказали Саунд, звук этой оперы был действительно диссонантным Достаточно жестким Наконец, не понравилось то, что вот, так сказать, в оформлении Даже в большом театре присутствовала такая большая кровать И на этой самой кровати выяснялись отношения К персонажей оперы Кроме того, видите, автор довольно колоритно пишет Что музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается Чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены Но нет, здесь автор покривил душой Музыка ухает и крякает Совсем не для того, чтобы изображать любовные сцены Хотя и их тоже Но для совсем иных целей Мы обратимся с вами к проблемам, которые породили эту оперу К общественно-политической повестке 30-х годов В рамках которой мы можем воспринять эту оперу и ее расшифровать И таким образом сформировать как присяжные, буквально как присяжные Виновна Катерина или нет? Насколько она виновна? Можем ли мы предъявить ей обвинение и какое именно? Давайте вспомним Что вообще в 20 веке И это его весьма отличает от 21 Насилие это был своего рода культ Век начался с насилия То есть он так или иначе все время подводил к Первой мировой войне После которой в России произошла катастрофическая революция Гражданская война И всему этому был свидетель юный Дмитрий Шостакович Он, конечно, не слишком сознательно мог воспринять Первую мировую войну Но уж революцию, гражданскую Все это было вполне на его глазах И вообще культ насилия, как вы понимаете Он очень застрял в российской культуре Вот можно даже вспомнить рассказ Толстого Который мы все изучали в школе Рассказ после бала Где сцена порки, сцена издевательства над личностью Унижение личности занимает такое большое место Более того, даже в 21 веке Вот буквально недавно могу вам напомнить фильм Авдотьи Смирновой Который называется «История одного назначения» Именно об этом говорит режиссер Смирнова в этом фильме О том, что насилие буквально пропитывало все поры российской жизни Оно воспринималось как норма И в одном из интервью Авдотья Смирнова сказала Что Евангелие у нас не проповедано Вот такой как бы жесткий вывод делает режиссер Так что насилие Это была норма 20 века Вот в опере вы услышите Сейчас сцену порки Где свекор Катерины Борис Тимофеевич Дирижирует улюлюкающей толпой И руководит поркой возлюбленного Катерины Естественно, их застали, как вы понимаете В объятиях друг друга Измена, измена, Катерина Могу изменяется Молодца, Катышка Кто же опоздал? Зарижки, напеешь Ах, черт, сразу поставь И соответственно Сергей вот понес такое наказание прямо на месте Что называется без суда и следствия И вот эта ужасная сцена будет у вас перед глазами И вы действительно услышите Насколько жесткий такой буквально бьючий в глаза и в уши стиль Здесь принял Шостакович Зарижки, напомнил Шостакович Начнем Смотри, Катерина Понятная трябище Клодь выступает Клодь выступает Зарижки, напомнил Шостакович Зарижки, напомнил Шостакович Чтобы крови тебя углали Ты в один мир еще не катай Амой Чтоб ты не кричишь Зарижки, напомнил Шостакович И старых парень Я из тебя три выбил Амой, амой, амой Еще, еще и что Молчать не смешно Молчать не смешно Насилие вообще в 30-х годах Это была норма международной политики Не только российской, кстати Вот надо нам с вами вспомнить Что был буквально парад диктаторов Это был, можно сказать, триумф фашизма И Муссолини в 22-м году пришел к власти в Италии Франко пришел к власти в Испании Чуть позже, чем была написана опера Но тем не менее предпосылки для этого уже складывались Салазар пришел к власти в Португалии Не говоря уже о приходе к власти Гитлера в 33-м году в Германии То есть это был буквально какой-то апофеоз диктаторских режимов И, конечно, в ряду этих режимов советский режим не был самым мягким Он тоже был достаточно тоталитарным, авторитарным И если большая волна, большой террор 37-38 годов был еще впереди Но его уже недолго было ждать Вы, конечно, знаете, что уже работал и Соловецкий лагерь И уже было раскулачивание к тому времени То есть, собственно, Сталинская Россия Сталинский Советский Союз уже показал себя в полном блеске И вот хочу вам показать некоторые рисунки Которые сделали сами жертвы насилия узники ГУЛАГа Здесь они показывают пытки Здесь они показывают ужасы, которым они были свидетелями Вы, конечно, знаете, что и архипелаг ГУЛАГ Солженицына И колымские рассказы Шаламова Есть следы в нашей культуре, несмываемые следы этого страшного периода И вот эти рисунки принадлежат тоже к отражению вот этой вот страшной садистской практики Которые люди были свидетелями Вот царица доказательств Человек признается в том, что он японский, французский, какой хотите, шпион Когда сапоги встают ему на грудь Конечно, эта атмосфера насилия, она буквально пропитала жизнь 30-х годов И эта же атмосфера просто буквально ворвалась в оперу «Леди Магбет» Уценского уезда Я бы даже могла сказать, что вот эта атмосфера насилия и кошмара, она стала как бы фоном Иногда композитор издевается, иногда композитор негодует, иногда композитор рыдает Но в любом случае все его человеческие реакции, выраженные в музыке, они так или иначе связаны вот с этим культом насилия, который мы видим в это время Причем автор находит прекрасные возможности музыкально его изобразить, когда прямо гвоздь вбивается вам в мозг Когда этот короткий мотив доводит вас до безумия, и этот саунд скрижещет действительно, визжит Вы что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках Что же вы слыхали? Слыхали мы об амурок ваших много Что слыхали, что слыхали, что слыхали, всё слыхали, всё все Я не люблю, когда со мною говоришь, Смотри, Катерина, больно, пиры, чисто, Стала говорить, что ты же с тобой. А чем мы такие генанты и зомашки? У тебя не так, а пока что ты мне изменила. Погодите, Катерина, все узнаю, все узнаю. Погодите, Катерина, все узнаю. Я говорю тебе, как же со мной, больно, 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 И вот это всё вы слышите в музыке оперы. Конечно, этот ужас, этот разгул насилия не мог бы состояться без большого количества исполнителей. Ведь это были и надсмотрщики, и дневальные, и прокуроры, и судьи. Огромнейшая система, которая обслуживала, ГУЛАГ обслуживала вот эту вот репрессивную машину. Ах, родовой бессменно над посту, Ведра и в ненастье, за сухой мглуб. И за все свои саранья, Ведь их мы одни странанья. Как же колоканье спутно, Врачи-взять не очень трудно. Где бы, как бы, поживица, Нам бы в нужной выводице? Где бы нам бы поживица, Нам бы в нужной выводице? Естественно, когда мы думаем о героине оперы, о Катерине, она же не одна. Она, мало того, что она, рядом с нею ее муж, рядом с нею свекр, рядом с нею возлюбленный Сергей. Очень много людей их окружает. Это и работники, это и те, кто является, можно сказать, партнерами купца этой купеческой семьи. Вот что они, как они реагируют, Какое настроение царит в обществе по отношению к насилию, по отношению к тому, что вообще происходит. Поскольку ведь и в 19 веке, когда был написан очерк Лескова, и в 30-е годы практика домашнего насилия, унижения женщины, все это существовало и цвело, и никому не казалось исключительным. Так вот, что это были за люди, какова толпа, собственно, каково общество. И сразу можно сказать, что Шостакович прямо бьет в точку. То есть, это ведь, условно говоря, не профессор Преображенский, который является насильником и поклонником насилия, а это товарищ Шариков, грубый, малообразованный, совершенно лишенный каких-либо представлений. Человек достаточно примитивный, достаточно простоватый, и вот толпа этих людей образует, можно сказать, гумус, питательную почву для насилия. Этих людей мы видим в рассказах Зощенко, в огромном количестве. Вот вы тут видите иллюстрацию к известнейшему его рассказу, аристократка. Помните, как герой-кавалер с дамой, ложи в зад, говорит ей, схватила пирожное. И она достаточно примитивная особа, достаточно самодовольная, и при этом совершенно лишенная каких-либо цивилизованных представлений. То же самое можно сказать и о самом главном герое этого рассказа. И вот целая вереница таких квазишариковых проходит в рассказах Зощенко. Вот один из таких рассказов, «Монтер», скажем, когда монтер, которого плохо сняли на фотографии, и он обижен был, он выключил свет, говорит, «Нечего тенора сажать впереди, я вот вам покажу тут, кто главный». И, соответственно, вот его слова приводит Зощенко. «Пущай ваш монтер поет», говорит тенор сначала, а потом, значит, они начинают переругиваться. Но это, собственно, нюанс, один только из многочисленных рассказов Зощенко. И Шостакович вот эту массу пытается описать, рассказать о них. Причем вот в это же время, как вы помните, в живописи Филонова мы видим вот этих монстров. Причем это огромная тоже вереница. Это не один и не два. Это вот просто наползающее на нас множество. Вот эти товарищи получили в опере Шостаковича очень меткое описание. Это своего рода преступная толпа, соучастники преступления. Те, кто травили Катерину, те, кто издевались над ней, те, кто поощряли насилие, которое было у них на глазах. Вот каким образом Шостакович это описывает, это очень любопытно. Он берет за основу тот язык, тот музыкальный язык, которым разговаривала вот эта вот люмпенизированная городская масса. Музыковед, вот пишет об этом, крупный музыковед Марк Ароновский рассказывает, что музыкальный язык городской люмпенизированной массы, потенциально агрессивной, таящей в себе опасность, готовый по любому приказу убивать, жечь, уничтожать. Вы, конечно, помните, что репрессивная практика 30-х годов очень часто включала в себя митинги, которые проходили на предприятиях, и люди кричали буквально, как в Евангелии, хотя сравнение ужасное, но тем не менее, «Распни его! Расстрелять, как бешеных собак!» То есть вот эта вот практика, она существовала. Большинство, которое в 90-е годы называли иногда агрессивно послушным большинством, вот это большинство, это был фокус внимания Шостаковича, кто это такие. И вот он тут рисует в этой опере одну из центральных сцен издевательство над Аксиньей, над работницей, на нее напали ребята, простые работяги, которые там были у этого купца, работали, спрашиваются, что плохого им сделала Аксинья. Зачем они это делают? Это инстинкт разбушевавшейся толпы. И Шостакович очень внятно показывает, как эта разнузданная масса себя ведет. Вы это услышите в музыке, что язык этой массы – это вот такие мотивчики цирковые, танцевальные, какие-то простенькие, такие уличные мотивы, которые, с одной стороны, у нас на слуху, а с другой стороны, мы не представляем, что эти мотивы можно до такой степени преобразить, до такой степени сделать их выразителем вот этой бездумной, жестокой, гадкой толпы. И Шостакович эту задачу решает. Шостакович эту задачу решает. Что у нас, хорошо, как загрMaсть с молоком – ей-богу, ей-богу! А ну, наш профессор! Черный подарок! Алло, спасибо! КОНЕЦ 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 Барыня! И вот хочется вам напомнить еще более, может быть, такой острый пример подобного рода, когда в 8 симфонии, это уже гораздо позже, уже после войны, Шостакович включает туда знаменитейшее соло «Трубы», где мы слышим такие пионерские побудки своего рода. Эту вот фанфарную военную музычку, достаточно употребительную. И если вы взглянете на преступления фашизма, на преступления тоталитарных режимов, то вы, конечно, услышите, что все эти преступления совершались именем народа, от имени народа, от имени толпы. И какие бы ужасные фильмы вы не вспомнили, там «Список Шиндлера», «Пианист» последнего времени о войне, как раз вот в год юбилея мы все время об этом вспоминали, то вы увидите, что преступники не действуют в одиночку. Это все время коллективные жанры. И вот Шостакович, постоянно описывая эту преступную толпу, опирается на вот эти коллективные жанры, на вот эти танцы, песни, марши, военную музыку, то есть на то, что вы можете слышать каждый день. И вот если вы вспомните фильм «Пианист», который уже стал классикой, носителем души, даже в самой страшной среде фашистов и немцев всегда является личность. Кто спас пианиста? Интеллигентный немец, который приносил ему еду и который в конце концов стал некой моральной такой силой, обрисованной в этом фильме. «А когда шельмовали, когда насиловали, когда убивали, это всегда толпа». И вот Шостакович очень выразительно о ней повествует. Тут вы можете просто увидеть какой-то перечень жанров, используемых Шостаковичем. Это и танцы, и мюзик-холлы, цирк, то есть весь набор популярной бытовой музыки. И тут мы с вами видим интереснейшую деталь, а это может даже и не деталь, а суть, о которой нам напоминает композитор. Вот когда мы думаем, это кто жжет, насилует, проявляет невиданную жестокость? Это что, какие-то монстры? Это какие-то выродки? Нет, говорит Шостакович, пользуясь вот этими бытовыми мотивчиками, он нам показывает, откуда берется зло в мире. Откуда возникают вот все эти осуждающие, подписывающие приговоры, избивающие, охраняющие. Вот откуда они берутся? Да это мы с вами. Да это каждый из нас. Зло вырастает из почвы самой жизни. Жизнь пронизана им, пишет музыковед Ароновский. Зло такое же, как мы. И вот Шостакович нам показывает, да это обычные люди, да это такие же, вот как мы с вами, они так же ходят, так же танцуют, так же поют, вот их музыка. И в конце концов, вот эта музыка превращается у него в музыку насилия, в музыку зла, в музыку ужаса. Попса, самая невинная вещь, которая есть в музыкальном искусстве, используется Шостаковичем, чтобы показать, что, во-первых, зло произрастает из почвы самой жизни, оно накрывает каждого из нас. И в то же время, как говорит автор, это зло может расшириться вот до монстров Филонова. Оно может превратиться во вселенский вихрь, который будет смывать и сшибать все человеческое. Вот что такое скромный мотив, вальсочек, песенка, маршик. И вы, конечно, помните, как он вырастил этого монстра прямо на ваших глазах в Седьмой Ленинградской симфонии, когда это был сначала в первых своих проведениях, ну, такой миленький маршик, ничего особенного. А потом он превратился в символ фашизма, кошмара и насилия. И вот метод, который использовал Шостакович в Ленинградской симфонии, он нашел уже здесь, в опере Катерина Измайлова. То есть мучители Катерины, мучители Аксиньи, они все заклеймены буквально вот этим погружением в музыку попсу, как бы мы ее сейчас назвали, в музыку повседневности, в музыку быта. Зло на подтанцовках. Собственно говоря, мы, когда видим эту ужасную сцену, она станет ужасной, когда, собственно, Катерину застали с Сергеем. Очень вальяжно, очень мило поет свое ариоза, известная женщина, молодая, с таким кокетством поет кто? Борис Тимофеевич, тот, кто будет во главе всех издевательств, гадости и насилия. След в окне, не спится ей, наверное, известно, женщина, молодая, кровь зрачит и играет, А утишаться не с кем. Будь я помоложе, хоть лет на десяток. Тогда... Тогда... Жарко, 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 дей богу, жарко, она сама довольна будет. Вот он, оказывается, вполне такой милый человек. Или кто, в конце концов, возглавит издевательство над Катериной и приведет к гибели и ее, и Сергея. Знаете, тут вспоминается высказывание Сергея Довлатова, который сказал, Ну, конечно, власть была жестока в тридцатые годы, но кто написал сорок миллионов доносов? То есть Довлатов обращает наше внимание на то, на что Шостакович обратил внимание еще до Большого террора. Вы видите, какая прозорливость художника, какая прозорливость композитора. То есть он говорит вот о самых обычных людях, которые написали сорок миллионов доносов. И вот один из них буквально прямо перед нами. Шостакович вводит в оперу новый персонаж под названием «Задрипанный мужичонка». И вы сейчас услышите, как этот задрипанный мужичонка, так же, как и изверг Борис Тимофеевич, как свекор, поет практически на такой же музыке, вот на таких же бытовых мотивчиках, на таких же вальсообразных и танцевальных каких-то оборотах. У меня была кума, ведь любила без ума, у меня был милый флаг, на виной его губах, ух! Престанный батя тоже был, хорошо покойник пил, ух! Ух, 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 ух! Без вина моя родня не могла прожить и дня. Ух, ну-у-у, а чем я хуже, и внули, вот кто за троих? Ух, ух, ух! Начинаю пить с утра, ночи дни и вечера, зимой, лето и весну, пью, покуда не засну. Ух, 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 ух! И таким образом мы видим, что Шостакович буквально как социальный психолог, как социолог, как историк выносит приговор той ситуации, которой он был свидетелем. Через вот эту музыку, попсы, цирковых и танцевальных мотивчиков он сближает тех, кто буквально своими руками вершит вот эти безобразия, то есть Борис Тимофеевич, и тех, кто улюлюкает, кто пишет доносы, кто одобряет, кто пританцовывает, глядя на всю эту вакханалию насилия. То есть он одной краской музыкальной, одной и той же музыкальной краской рисует и тех, кто стоит во главе, и тех, кто это одобряет, поддерживает, и иногда своим молчаливым согласием дает индульгенцию на это. Что Катерина? Ведь она убийца. Жжет меня внутри воды. Принеси. Не принесу. Что, как ты сказала? Ты смеешь? Смею. 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 Шлюха. Ну? Что со мной? Крепажа, значит, на ночь поедет. Многие, многие, эх, они в шипа убирают. Зови, папа, Катеринушка милая. Зови, папа, может, и в правду смерть твоя приходит. Шот, шот, шот. Точно пожар. Я много пожил, много грешил. Попав сюда, попав сюда. Боже, боже, какая боль. Какая боль. Все ключи от кладовой. Нам очень трудно, несмотря на то, что она жертва домашнего насилия, ей сочувствовать. И тут Шостакович идет достаточно оригинальным путем. Ему нужно нарисовать влюбленную женщину, но не просто влюбленную женщину, а женщину, способную на преступление. Восстать против своих мучителей – это если мы будем относиться к ней сочувственно, или просто совершить убийство. Так вот, как он рисует Катерину. Вы сейчас услышите ариоза Катерины, тоскующей женщины, желающей любить, желающей иметь настоящее женское счастье, которого у нее нет. И Шостакович дает ей, ну, например, не то, что он мог бы дать, если бы это была какая-нибудь карменсита, да, что-нибудь такое вот зажигательное, танцевальное. Женщина жаждет любви, молодая, красивая. Нет, он дает ей жалобную арию в народном стиле, вот буквально похожем на русскую протяжную песню. Доля ты русская, долюшка женская. Сразу вспоминаем строки Некрасова. Именно вот в таком народном духе Шостакович подает нам Катерину. Жеребенок, кобылки торопится, Хоть отбросится кошечке, А голубка, голубки, стремится, И только ко мне никто не спешит. ПЕСНЯ 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 И когда мы уже в конце оперы, когда уже она оказывается на каторге, Шостакович рисует портрет народа, Шостакович рисует портрет тех, кто рядом с ней проходит весь этот путь тяжкий. Он дает народу музыку, похожую на музыку Катерины. И Катерина, и народ охарактеризованы в опере русской протяжной песней, символом народной души, в которой слились самые возвышенные, самые трогательные чаяния нашего народа. И вот через протяжную песню Шостакович сближает Катерину и народ. Катерина страдает, народ страдает. Катерина поет протяжную песню, народ поет протяжную песню. Таким образом, мы невольно с вами вовлекаемся в ход рассуждений композитора. Мы начинаем сочувствовать Катерине. Мы как бы начинаем петь вместе с ней эту песню народного горя. И эту же песню, собственно, поет хор Катержан в финале оперы. Катерина поет хор Катерина поет хор Катерина. Катерина поет хор Катерина поет хор Катерина. Получается, что Катерина как бы народный мститель. Человек, который восстал против насилия и, может быть, негодными средствами, но пытался сокрушить его, не поддаться, не стать жертвой. Когда мы поняли сейчас с вами, как Шостакович трактует эту оперу. То есть он противопоставляет, с одной стороны, страдающий народ в лице Катерины, жертву насилия и тех, кто насилует. То есть две вот такие большие музыкально-социальные страты, скажем, музыкально-социальные характеристики. И тут нам становится понятно, что изменилось с 1933 года, когда опера начала свое победное шествие по миру, и до 1936, когда, собственно, это шествие было Сталином остановлено. Что не понравилось товарищу Сталину? Что тут случилось? И мы уже видим совершенно ясно, что вот эти годы с 1933 по 1936, это был тот путь, который прошла система власти. От, можно сказать, неких таких всплесков тоталитарных к уже страшному разгулу репрессивной машины, к большому террору 1937 года. Вот именно к этому шел Сталин, к этому шла история страны, и мы видим, что в 1934 году мы видим съезд победителей, и 80% делегатов были репрессированы. Мы видим в 1934 году убийство Кирова, которое как бы подтолкнуло эту волну репрессий. Мы видим тогда же арест Каменева и Зиновьева, чистки, высылки, расстрелы, то есть вот это все мы с вами можем наблюдать. Причем характерно, что в 1935 году, уже в конце 1935, Сталин произнес на съезде стахановцев эту сакраментальную фразу «Жить стало лучше, жить стало веселей». И так уже стало весело, что чистки пошли, можно сказать, одна за другой. Следовали друг за другом все эти чистки, троцкисты, шпионы, то есть репрессивная машина, маховик разогнался уже в полную силу. Так что же не понравилось товарищу Сталину? Вот только что мы с вами вспомнили, что жить стало лучше, как бы жить стало веселей. Посмотрим, что в опере. Какое же там веселье, какое же там лучше. Это маховик насилия, который мы ощущаем буквально всеми порами с вами, буквально вот с первой ноты до последней. Значит, опера спорит с товарищем Сталином, значит, опера настраивает публику совершенно по-другому. И вот в это же время, в начале 30-х, появилось известное стихотворение Мандельштама, где он говорит «Петербург, я еще не хочу умирать, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса». То есть вот эта антирепрессивная тенденция, гуманистическая, в которую, собственно, вписывается Шостакович, она уже тоже набирала силу в это время. Второе, что не понравилось, помимо самой атмосферы насилия, это противоречие его любимой мысли. Ведь он считал, что наш народ, русский, советский, как бы народ-богоносец. Оказывается, нет. Оказывается, там задрипанный мужичонка. Оказывается, там, можно сказать, пьяная орда, которую описывает композитор. Морька! Морька! Хорошо! Морька! 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 Костик, дорогие, кушайте, прошу вас! Спасибо! Спасибо! И, наконец, главное, когда репрессии становятся нормой, самое страшное, что может произойти, это восстание жертвы. Представьте себе, что те, за кем пришли, за кем приехал черный воронок, вдруг стали бы сопротивляться. Но тогда сталинская репрессивная машина просто заглохла бы, она бы не могла работать. Она работает только потому, что жертвы согласны быть жертвами. Катерина же нет, Катерина не согласилась быть жертвой, она восстала и, соответственно, подала плохой пример. И когда товарищ Сталин уже задумал этот большой террор, он знал, что этот террор состоится, ему никак не надо было, чтобы на сцене, тем более на сцене Большого театра или Кировского театра, было бы показано вот такое представление, где главная героиня, сочувственно описанная композитором, оказывается восставшей против насилия, когда она должна была бы умереть. И вот стихотворение Мандельштама, которое вы помните, что он говорит мне на плечи, кидается век волкодав. Вот в этом стихотворении он говорит «потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет». То есть он тоже отказывается быть жертвой. И, соответственно, отзвуки этой оперы, ее проблематики мы видим и в современном искусстве, в современном кинематографе. Вот обращу ваше внимание на Стэнфордский эксперимент. Вы все знаете, что на его, так сказать, мотивах был построен фильм, известный эксперимент, когда студентов, интеллигентов Стэнфордского университета разделили на две группы, и они играли в заключенных и надсмотрщиков. И тюремщики так распоясались, что вполне могли бы быть коллегами тех, кто в сталинскую эпоху осуществлял насилие. То есть, опять-таки, даже сейчас, уже в начале 21 века было показано, что вирус насилия сидит в каждом из нас. И вот тут некоторые классические фильмы о восстании жертвы, догвиль, повар-вор, его жена, ее любовник. Эти жертвы, эти женщины восстали, как восстала Катерина, и отказались быть жертвами. Вот этот вот пафос человеческого достоинства, защиты личности, он стоит, можно сказать, в этой опере во весь рост. И мы не можем это не услышать. Таким образом, Шостакович, как судья Катерины, в огромной степени ее оправдывает, ей сочувствует и клеймит, осуждает, можно сказать, пригваждает к подзорному столбу тех, кто насилует, кто избивает, и кто убивает. Убивает в ней человека, унижает ее достоинства, и вот эта тяга к насилию не может быть прощена и никак не может быть никаким образом оправдана. Вот такую позицию гуманную, человечную занимает Шостакович. Спасибо. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Геликон Оперы в Ютьюбе. Пользуясь ресурсом, вы можете задать свои вопросы, я с удовольствием буду с вами общаться, отвечать вам. Этот диалог может быть началом нашего постоянного общения. Большое вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...